Субтитры создавал DimaTorzok 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 на рыбостан наших вуд, приятнее, моим взглядом. Но сконфронтуймы выпущение рыб с ситуацией в ином. Зауме, что над езиорком, ну, powiedzmy, таким 5-х, появляется вендкарь. Очень спрагный вендкарь. Вендкарь, который знал методой на скучное ловение одного из гатунков рыб выступающих в этом езиорке. А powiedzmy себе, что это лесч. И в первом году на свою методу, на свою приняту, зловил очень, очень много лесч. Был очень с себя доволен, очень счастливый. Жадному, конечно, этих лесч не пропусти. Всхе за собой забрал. Та ситуация появилась в 2-м году его работа над тем езиором. Зробил точно то же самое. Застопал эту саму приняту и все лесча забрал за собой. В 3-м году та его принята начала принять уже другие результаты. Горсые результаты. не ловиј не было лишних лесков, потому что там уже не было лишних лесков. Он вывел целое стадо основное из этого збиорника и сейчас, через несколько лет, он не будет мог этих лесков в этом збиорнике ловить. Так, сравниваем ситуацию этого справного вендкаря, который забирает рыбы с ситуацией вендкаря, который те рыбы выпуска. Потому что тот, который выпуска рыбы, появляясь над своими водами, имеет право надежды на то, что злоби рыбу. Злоби рыбу, которую wcześniej выпустили. Тен други не имеет права даже до этой надежды. Но злуфий выпусть это не только метода и не только вплыв на рыбостан нашего вода. Злоби выпусть это также какое-то такое переживание, какое-то вендкарь выпускает рыбы. Я тут вспомню свою историю. Когда выпустили первую рыбу, я был вендкарем, который не использовал злоб и выпусть. Я тогда все рыбы забираем. Когда выпустили первую рыбу, я почувствовал себя как фрайер. Так, так, как фрайер. Ну что, злобием ее переписово, поэтому я ее запустили. Но я ее выпустили. Я не могу сказать, что это было как фрайер. Но выпустили это деликатное мусьение огонем о мою руку. Та рыба, отплывая, махнула огонем и доткнула этой моей руки. Я почувствовал такую фантастичную сатисфакцию с этого своего улучшенку. Что-то небывале капиталное, чего не потратить сегодня в словах. Абы то описать, потребный был бы какой-то добрый поэт или прозаик, который писал фантастичные повести. И они тогда дали бы с этим рады. Я сегодня с этим не дам рады, даже не буду пробовать описывать этой радости, этого стану, в каком я тогда и в каком сейчас за каждым разом выпущены злобные рыбы. Так сейчас я уже не беру над водой сиатек, рекламу, наряди, которые служат до транспортирования звук рыбы до дома. Я уже каждую рыбу выпускаю и за каждым разом переживаю то самое фантастичное дознание. Звракам рыбе волность, звракам рыбе жизнь. И очень хорошо с этим чувствую. Очень 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 и все тоже напоминам выпускаем зловиных рыб. Почувайте то, что я почувствую, что я не могу описать своими словами. Почувствуйте это. Выпустите свою первую зловенную рыбу. Но не такого щупачка 20-30 см. Выпустите щупака, который 70 см. Выпустите сэндача, который 70 см. Сума, который метр. 35 см. Выпустите такие рыбы и спробуйте зauважить, что почувствуете. Зафернам вас, что будет это фантастичное прожище. Того не да описать словами обычного человека. Мы до этого затруднили правдивого поэта, правдивого писаря. Ну да, это если темат злов и выпустит. Это , Продолжение следует... На канал YouTube Marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda I zapraszam Was na portal Marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda Hej! Субтитры создавал DimaTorzok